В Химках почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны. В этом году День памяти и скорби прошел скромно и немноголюдно. В Подмосковье из-за пандемии по-прежнему действуют ограничения на массовые мероприятия. Без объявления войны, герман и войска лопали на нашу страну. Отдать дань уважения героям, не вернувшимся с войны, у мемориала воинской славы в микрорайоне Левобережный собрались представители территориального управления. На возложение цветов пригласили ветерана Владлену Порошенкову. В период Великой Отечественной войны химчанка ухаживала за ранеными в Сталинградском госпитале. На прошлой неделе пенсионерке исполнилось 95 лет. Начало войны Владлена Тимофеевна вспоминать не любит, а вот о Дне Победы говорит с охотой. Меня командир с девочками отправил на Красную площадь. Там народу тебя спущет. И вот эта толпа схватила меня и начала бросать кирку. Ура, ура, ура. У меня сапог упал, пилотка упала. А я все, лежаю, лежаю. И вдруг меня из этой толпы вытаскивает молодой человек, допустим, потише им. Вытащил меня в руках полоса, сапог мой. И он говорит, ну давайте знакомиться, я директор цирка. Я совсем болгала. И он говорит, что в воскресенье вы пришли в цирк. Владелина Тимофеевна Порошенкова, старейший житель микрорайона Левобережный. Она участник всех мероприятий, которые проводятся на территории микрорайона, посвященных Великой Отечественной войне. Она молодец, она не падает духом. Она очень позитивный человек. Она в меру своих сил помогает территориальному управлению. Собирает молодежь вокруг себя. Сегодня в микрорайоне Левобережный проживает 17 фронтовиков, 11 узников концлагерей и 4 блокадника. Свыше 25 тысяч химчан воевали на всех фронтах Великой Отечественной войны. 7 тысяч из них не вернулись с поля боя. Что ты делаешь свой телефон? Продолжение следует...